всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте честно сказать последние дни настроение было так себе знаете как будто из тебя изнутри что-то вытащили обратного положительца были я сам для себя называют это воздух выпустили то есть делать реально ничего неохота и по большому счету тут может спасти только одно это проходит время и ты восстанавливаешься и тебе становится чуточку легче сегодня сработала другая ситуация только что говорил по телефону с романом недоступный и нормально и хорошо и как-то знаете вот эта пустота сама собой заполнилась и все и ожил и сейчас по человечески хотя бы могу вам что-то рассказать показать да ребята мы все разные кто-то время от времени таскает бороду кому-то косметики нафиг никакой не надо может топором побриться тем более есть что и голова большая не промахнется кому-то автошемы не нужны молодой водой сполоснулся холодно и дальше побежал у кого-то наоборот проблема со всем этим нужно как-то косметику подбирать а у кого совершенно другие проблемы потому что им нужно станок подбирать и вот это все то о чем мы с вами наверное в около бритвенных поболтушках то и будем разговаривать ну а так начинаем с первого вопроса антон м вопрос задает и с чем это связан вопрос он решил зайти в тему влажного бритья и спрашивает вадим можете подсказать какую-нибудь бритву с открытым гребнем но чтобы вероятность пореза была минимальна о как и дали ребят как и понимаю как я понимаю открытая закрытость ними не влияет на агрессивность на которую влияет вылет лезвия но открытый гребень будет медленнее засоряться бита щетины или я не прав дальше это маленечко расшифровывает спасибо за ответ но я так не понял стоит ли вообще новичку убрать с открытой гребенка или нет мне вообще хочется что-то максимально безопасное но чтобы меньше раз по лицу надо было проходить еще редко бреюсь и у меня щетина бывает по пол сантиметра чистота кстати не особо важно что выбрать я уже запутался 10 уровней агрессивности открытый закрытый гребень косорезы то есть у антона вот такая вот опрощенная схема видения ну антон ты ошибаешься по поводу агрессивности на агрессивность влияет все буквально все обычно все это сокращают и говорят о габ габ у него такой габ это расстояние между лезвием и нижней гардой на самом-то деле агрессивность тонкая это достаточно сложное понятие сборное понятие на которое влияет много чего само лезвие влияет габ конечно же влияет конструкция головы влияет вес станка влияет ваша техника тоже будет влиять даже если вот сильно агрессивный станок у вас великолепная техника ну или хорошая техника вы можете достаточно мягко побриться хотя да конечно агрессивность тонкая это не увеличит не уменьшит но результат будет совершенно другой про то что на агрессивность тонкая техника я наверно не прав это можно было сказать по-другому что на качество бритья будет влиять техника по поводу выбора станка я уже говорил под 87 видео и могу повторить нет универсального рецепта сто пятьсот человек спроси и у тебя будет пятьдесят двести пятьдесят ответов потому что некоторым людям заходит то что не заходит другим и наоборот это все равно что ты приходишь в какой-то бар и говоришь я никогда не пробовал бурбона дайте мне такой бурбон который будут пить всю свою жизнь и буду я счастлив бармен офигеет скажет молодой чемодан вы что туба рухнули вот на тебе по 50 грамм пробуй сам выбери какой бурбон тебе больше будет нравится и это будет правильный ответ а такой чтоб со стороны кто-то подошел к тебе такому всему надеждах сзади так плечо на плечо руку положил сказал слушаем он тот барбон попробуем самый классный я его пью 25 лет это человек будет прав он на самом деле для него классный а ты лично попробуешь этот барбон скажи что за бильберда как это можно любить фу какашка какая-то вот примерно так более подробно о станках я наверно остановлюсь видео которое будет посвящено именно этой теме т-образным станкам что это такое с чем их едят и в том числе там будет один из разделов как выбрать станок постараюсь выпустить его на этой неделе а пока же хочу тебе сказать коротко то же самое что говорю 89 87 под 87 видео и 77 видео начни с хоть с чего-нибудь просто начни мире т-образных танков навалом всего есть самокаты есть велосипеды велосипеды есть жигули есть mercedes есть bentley ferrari тоже есть но ты не узнаешь что они себя представляют пока чего-то не попробуешь просто с чего-нибудь начни я понимаю твою идею что взять сразу и хорошо и надолго похвально но невыполнимо это не ну смысле как его достаточно выполнимо но он скажем так шанс что у тебя это получится с первого раза но это даже не 50 на 50 я вот сейчас вот тот список который ты видишь я могу тебе привести количество в тонков по которым наименьшее количество отрицательных отзывов но какой из этих станков твой я тебе не могу сказать то хотя все нафиг список я тебе могу так сейчас сказать это прогресс это рок роквелл 6s бюджетный вариант 6 сей таймлис от это айком это это все те станки которые которые на самом деле классные это не отменяет того что есть 3 4 hd 37 сланты 39 слант ты просто так не сможешь зайти ткнуть и попасть не нет вернее может быть у тебя это и получится но шанс очень мало потому что если допустим ты решишь сам для себя беру слант а какой-то слант возьмешь потому что но твою хочу хуй на твое отношение к этому предмету будет влиять не только то что это слант но еще и диаметр ручки вес тонкой длина ручки то есть тут много всяких параметров а кто кроме тебя сможет на это ответить только ты а как ты на это ответишь если ты это в руках не подержишь не побреешься оглянись вокруг может быть среди твоих друзей и товарищей уже кто то есть кто бреется ты обратными станками ну и возьми у него на попробовать но это как вариант хотя конечно скорее всего вряд ли такое может быть ну а почему нет почему нет ну надеюсь хотя бы частично тебе ответил то есть тебе нужно с чего-то начать неважно с чего со 100 рублевого станка или с тысячного станка или с пятитысячного станка из десятитысячного станка это все зависит от твоего кошелька просто с чего-то начни я бы начал с простой рапиры пластиковые с чего начнешь ты тебе виднее она тебе точку отсчета даст ну а более подробно конечно в том видео которое постараюсь выпустить на этой неделе очень интересная ноу-хау совсем недавно мне рассказал урмас эстония он не бросил несколько фотографий я с удовольствием вам их демонстрирую ну это не от скуки на все руки это просто вот такая вот эстонская смекалка вот у человека есть хоть малейшее подозрение что ручка станка скользит он берет резинотехнические изделия оринка как еще называют по нужному диаметру подбирает и делается что хочет он может всю ручку этими колечками забить может какой-то узор составить то есть там группами их разместить может с определенным интервалом разместить то есть он может делать все что хочет и все скольжение пропадает урмас это сделал ему это чрезвычайно помогло сейчас ему это очень и очень нравится вот с чем он и хотел с вами поделиться а я с вами нет он со мной я с вами ну короче вот такой восьвось вот теперь у нас это есть комментарий евгения для меня это служит в качестве галочку поставил отметку то есть о чем говорит для меня лично это сообщение о том что человек пробовал много всяких разных пен от недорогих до самых дорогих и по большому счету своего фэн-шуя с пенами он не нашел имеется ввиду пены из баллона сам для себя сделал вывод что даже если пена будет стоить там пять семь десять тысяч рублей то не факт что она будет так хороша как регламентирует евгения знаю как достаточно такого дотошного товарища в хорошем смысле этого слова он будет разбираться во всем до конца и выяснять для себя правду матку не факт что это правда матка но смысле хорошая для него будет хорошая для меня но факт в том что человек все-таки пытается достигнуть какой-то сути в предмете и это очень важное качество на мой взгляд потому что человек разбирается ну досконально а потом делится своими знаниями это тоже хорошо это очень здорово человек достаточно не бедный обеспеченный так как имеют своем арсенале предметы которые стоят не три копейки и стремится покупать такие недешевые вещи об этом говорят и помазки и станки в том числе баллоны пены ну это лишний раз обратить позволяем как не то что это лишний повод обратить внимание на его комментарии потому что в этом сегменте не так уж часто у нас попадаются пользователи а это человек который может дать на эту тему информацию вот хочу поделиться с вами если когда-нибудь задумаете что баллон спины за 7 косарей это больше вот что-то такое как говорит евгений не факт андрей ты задает вопрос в каком случае мыло может испортить помазок свою версию я уже выложил последнем видео о помазках волос у тебя было такое что ты допустим пользуешься не своим шампунем или не своим мылом и у тебя появляется какая-то перхоть у тебя волос начинает выпадать было у меня было сам для себя это объясняю тем что не совпадение щелочного щелочной среды моей кожи и моих волос с той щелочной средой которую я наносил то есть щелочной средой шампуня или мыло или чего-то там еще теперь от всего этого если обстрагироваться и перейти на помазок то примерно схожая картина то есть волосы которые в помазке это органика это сборище протеинов в роговевшей форме то есть каждый раз когда мы берем натуральный помазок мы его не случайно размачиваем потому что мы позволяем тем самым ворсу вот скопищу этих протеинов напитаться влаги они становятся более эластичные то же самое мы делаем с лицом каждый раз когда мы проходим определенную подготовку смачиваем наносим пену мы те же самые волосы тот же самый ворс с нашего помазка напитываем влагой делаем их более податливыми и эластичными ну сами же знаете что легче срезать допустим у вас батон сырой колбасы и сыровяленой колбасы я вот так ножичком махнули ну и от чего вас отскочит а что у вас порежет но вы сами знаете то же самое в помазке так если хотя бы на секунду допустить что щелочной баланс натурального ворса на вашем помазке и щелочной баланс того мыла которым вы пользовались не совпадает а вы помазок прополоскали промыли плохо то все это будет оседать на его ворсе а теперь представьте на секунду что вы голову моете ну плохо и споласкиваете плохо споласкиваете раз плохо споласкиваете 235 неделю месяц полгода а потом так раз рукой провалить вы провели у вас сухой шампунь с головой посыпался на что за хрень я думаю вас не только сухой шампунь у вас и волосы посыпятся вот о чем я говорил вот это я хотел донести не промывая наши помазки мы позволяем тому мылу которая есть скапливаться на этих волосках высыхать и своим щелочным составом действовать на щелочную среду ворса не факт что это будет разнобой не факт что это будет плохое мыло может быть оно как раз совпадает с вашим ворсом но вы же этого проверить не можете поэтому с моей точки зрения каждый раз когда вы попользовались помазком самое лучшее что вы можете сделать это прополоскать его хорошо тщательно если не уверены прополосите еще раз потом стряхнуть за шторкой за углом в душевой кабине у крана прикрыв ладонью где хотите потом от полотенца аккуратненько его промокнуть еще раз и трц повешать сохнуть вот так вы дадите своему помазку дольше прослужить вот это я имел ввиду ну если ты с того видео это не понял я попытался сейчас это более подробно более наглядно еще раз просто повторить ребят если у вас есть какие-то свои версии вот к тому что я сказал дополнение опровержение тарам 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 тот может прийти сказать иванов да ты чё блин фигня все это не заморачивайся а кто-то скажет слушать чувак блин ты прав кто скажет слушай ну и ересь ты смогу то есть вот это вот интересно потому что то что я так думаю не факт что это так есть на самом деле хотелось будет вашу точку зрения услышать я-то высказал свою вашу вашу я еще не слышал вот об этом я скорпион спб в один из и не за длиннопост пытаясь найти свой дзен по помазку не хотелось бы сильно вкладываться или покупать 45 помазков можешь посоветовать помазок по количеству по которому количество не зашедших отзывов крайне мало пока остановился на казалось бы абсолютно разных помазках это титан от мужского материка и мюлли тревел рассматриваю или барсука или фибру кабана не рассматриваю париллел по религиозным причинам мусульмане дать подсчеток ты ешь не есть в любом случае это твое поэтому я в это даже лезть не буду хотя на своей жизни от достаточно повстречал мусульман который сало плетают еще и только шуба заворачивается но это все так это нет это к теме видео не относится раз ты так сказал значит так есть я отношусь к этому с уважением кабана убираем нахрен у нас остается барсук и остается фибра из тех двух мужской материк титан достойный выбор достойный выбор и я об этом говорил несколько раз могу еще повторить дело в том что вот сейчас я распробовал вот эти вот узлы но что деревянной ручкой что с титановой серии одна и та же набивка одна и та же чем мне это нравится плотностью и качеством борса это офигеть какая штука вот просто классно мире барсука это нет не те помазки которые вот у этого мужского материка за который было бы стыдно за все время сколько я работаю вот этими помазками я в них не разочаровался за все время сколько человек отписали по этим помазкам точную статистику я тебе сейчас сказать не могу но так примерно по некоторым позициям даже не примерно отрицательное отношение кто их не понял за все это время был всего лишь один единственный человек и зовут его иванчик онков он нас военнослужащий что-то с иваном там мы так и не поняли я очень хотел чтобы он не этот помазок выслал самому себе понять разобраться что ему там так не дошло история его на следующий он купил этот помазок с рук видимо вероятно можно предположить что какому-то человеку этот помазок тоже не зашел вот это вдвойне напрягает поэтому хотелось с этим разобраться и понять за все вот эти долгие месяцы это был один единственный человек еще по моему у одного или у двух был такой нюанс что выпадал узел у некоторых один или два человека описывали что чуть-чуть волосы повыпадали ни одного рекала такого чтобы говнище нет такого я не слышал самый отрицательный самый негативный это иванчик онков и весь его негатив был завязан на то что он пишет мне вадима я его не понял нифига про какой шарик ты там говоришь вот это был негативный какого-то такого что фу говно нет такого не было такого не было могу подписаться под этими помазками пока пока я не знаю как с их качеством будет последствий но сейчас в данный момент качество у них на уровне сами они по себе достаточно эффективны великолепны бритье дарят то что обещают и вот с этой точки зрения я бы наверно все таки мог поддержать твой выбор кто еще мог бы допустим вот с моей колокольни присоединиться к мушковому материку вот в этой категории тут трудно сказать потому что те яки те диаз косметик которые приходили да они вполне себе годные они отличные и показывают неплохой результат упругость набивки у них уступает к сожалению вот видишь это не критично это не г это не отстой это не значит что вот этот взял в гарбич выкинул мосорную помойку нет нет этот помазок можно было бы допустим если есть какая-то лестница поставить чуть-чуть рядышком но все-таки рядышком потому что он не только менее упругий кстати не критично но еще и более недорогой то есть 30 долларов что там 32 бакса плюс пересылка ну что-то в районе там 22 300 что-то вот такое наверное этот с деревянной ручкой чуть-чуть подороже если бы допустим я сам лично брал ты знаешь я бы наверно предпочел взять на территории российской федерации чем заказывать за бугром объясню почему если допустим у меня уже есть мужской материк я хочу ему еще что-то взять и захочу заказать в китае да несомненно я бы остановился на яках и мужском материке на яках и надеюсь косметик потому что ну я их уже проверил я их знаю мне там не страшно заказывать я бы взял а если допустим я беру свой первый помазок я бы наверное все таки обратился к мужскому материку вследствие следующих причин во первых я покупаю на территории российской федерации и когда помазок пойдет через границу ко мне не придет письмо скажет слышь чемодан хоть что твоя посылка пошла дальше напиши канал свой длинный паспортные данные не хочешь не пиши просто посылка вернется обратно я с этим столкнулся уже 7 раз не знаю как сейчас это но пока такое было следующее я все-таки беру на территории российской федерации если не дай бог что не ну всяко бывает он на солнце пятна это есть вот угораздило но вот случилось вот вот все хорошо а вот пункт вот мне такой достался ребята если вы покупали в китае покупали в россии то я буду спокоен за того который покупал россии потому что концы там всегда найдет а ты иди с китаем ищи там 50 на 50 получится не получится то есть тоже на эти как-то бабка на двое сказала и допустим еще я бы добавил немаловажную вещь о том как себя повел мужской материк вы это тоже заметили и отметили то есть была какая-то ситуация что вот у меня выпал узел и там парнишка еще один написал у него выпал узел мужской материк вот так на раз-два он пошел на определенные затраты он пошел на то чтобы как бы вот потерять то есть он высылал взамен брал все расходы на себя но они людей не бросил не знаю как вам лично для меня это многом говорит это то что человек дорожит своей репутацией компания дорожит своим именем она следит за этим несомненно то что произошло это нехорошо это не изгуд но нельзя отрезать скажем так не понимать того что рано или поздно это может случиться с любой компании с маленькой со средней с большой с любой с уважаемый не очень уважаемый или вообще неуважаемый с каждой компании это может случиться просто чистота рекалов везде разная вы сами знаете что тут же самый самсунг возьми ну не все телефоны у них хорошие но у них возврат и те телефоны которые попадают ремонт у них процент несомненно меньше чем у многих других компаний в этом плане они конечно чуть-чуть повыше по вас как то же самое один в один поэтому я бы брал именно там что до фибры я обожаю свою мюли дорожный вариант я от него тащусь но все же если бы мне пришлось выбирать я бы выбрал не дорожный не знаю с чем это связать может быть из-за того что за долгие годы он ко мне уже как то так прирост я к нему и мы с ним уже как-то так знаешь ну не то чтобы скарифанились куда мы давно уже поняли друг друга и я от него чего-то такого нового сверхъестественного то не жду но каково же было удивление когда дмитрий платахин прислал мне его брата брат или сестру назовите как хотите наверно все таки брата будет вернее у которого у которого узел не такой как вот здесь а ближе к пропеллеру к вентиллятору к вентиллятору ну это одно и то же ребята с этого я вообще офигел он объемный если это больше похож на луч лазера и он как-то концентрирует свою мощь и тебе приходится искусственно распределять ее по лицу то здесь нет никакой концентрации здесь есть объем пускай он не такой мощный как на барсуках но он есть и он чертовски приятно и он работа и работает по кайфу если такой объем в других помазках и синтетики да есть конечно конечно это и яки показали и диас косметик показал американцы этого не показали с канадцами потому что силу своей мягкости они более мягкие а вот европейцы до европейцы могут такое тоже показать вот эпсилон там она вообще не раз как показала показала так мама не горюй то есть это там уже перебор был явный здесь же если бы не удалось выбирать помазок сегодня я бы взял такой вариант неважно какой ты просто узел бы купил потом ручку отдельно или сам сделали докупил или сразу готовый купил но все-таки дорожный дорожный хорош когда ты куда-то едешь здесь вот так вот на постоянке если ты на пмж и не собираешься там куда-то далеко чё как как вот этот работе не больше по кайфу это прям лялечка огромное спасибо что свое время опасная бритва рф дала возможность познакомиться самому и вас познакомить с этим помазком но все-таки открытый вариант внедорожный на мой взгляд он гораздо гораздо более привлекательный ну как на процентов на 15 лично для меня во всяком случае другой человек назовет какую-то другую фон в цифру а вот для меня это так я бы наверно все таки вот на таком остановился ну опять же это вопрос средств и кстати точно такой же вопрос как я вот задавал по мужскому материку хотел бы задать и по фибре мюллевской вот то что опасная бритва рф присылала ребята я их все время хвалю нахваливаю есть ли люди которые взяли фибру от мюлли и они реально недовольны а если те которые не то чтобы недовольны нейтрально к ней относятся потому что за все время сколько я общаюсь вот с ребятами на канале и не раз и не два выходили люди которые покупали эту фибру мюллевскую и подписывались под каждым моим словом то есть она им реально точно также заходила до мурах вот как вот до этих самых как она заходит мне вот интересно если обратная сторона луны если люди для кого этот помадок нейтрален или негативен которые зря потраченные деньги вот это тоже было бы интересно послушать ребят увы и ах это был последний вопрос на этом наверно все таки будем уже заканчивать и лизонька прости не получилось сегодня и не из-за того что хлопцы прошлый раз вышли сказали там а иванов там котят нет был бы я сейчас показал просто не спать пошли поэтому я сейчас но могу тебе сонное существо притащить но что ты с ним будешь делать опять же этом всех подниму сейчас начну писать бритья если к этому времени они проснуться и обязательно тебе покажу котейку но сейчас пока они спят этом ребят добра счастья радости берегите себя берегите своих близких да и вам было здорово и пускай он всегда всегда все будет хорошо а шли грится